Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Мы общались с вами? Мы не общались с вами. Общалась моя дочь. Когда в Питере в дом книги у вас презентация была. Как вас зовут? Меня Наталья. Так, что с вами с Наташей произошло? Ну, вот состояние подловил ковид просто. Подтвержденный тестом? Да, конечно. Когда это произошло? И как общее состояние? Это состояние тяжелое такое. Было 4 дня у меня была температура высокая, 39. И если рассказывать симптомы, то это прям очень долго. То есть в глаза иголки там, я не знаю, вставляли. То есть очень тяжело было, но в больницу я не поехала. Осталось долго. Предлагали доктора лечь в больнице? У вас пневмонии было? Не было у меня пневмонии. Я КТ даже и не стала делать. Когда вот это острое состояние началось? Когда это было? 14-го числа. 14-го числа. Сегодня у нас 20... Не знаю, какое. 20-27-ое. То есть это аж почти 2 недели назад. И что сейчас у меня? Я на самоизоляции. У меня страх выйти к людям. Мне кажется, что я ну, как бы заразная. Сейчас слабость такая, что я дохожу до туалета и понимаю, что я на втором этаже сейчас просто изолировалась и живу одна. Семья там в другом доме просто сразу. Вот. И получается, что я до туалета дохожу и все. Я даже не понимаю, как я буду спускаться там со второго этажа. Это очень сложно. Сил. Нет абсолютно такой отнесилия. Это раз. И ну, обоняние, соответственно, на седьмой день у меня вырубило и вырубило его просто совсем. Вот. И ну, наверное, сейчас все-таки больше страх просто контактировать с людьми. То есть как бы я я вот заразная. Наверное, я заразная. То есть вы больше всего сейчас боитесь причинить вред другим людям? Да. Очень это сильно у меня. То есть мне врач, когда приходил, он сказал, вот у вас окно открыто и когда вы туда дышите вообще вы заражаете тех людей, которые проходят под окном. Я закрыла окно и больше туда не дышала. Потом Медицинский гипноз в действии называется. Вот бред придумайте вот просто вот. Вы знаете, я, наверное, в это поверила, потому что сама я знаю, от кого я заразилась. Человек сейчас в коме. Так. Вот. Я с ней близко не стояла. Понимаете? И это словило тоже, я не знаю, но очень длинное расстояние просто, ну, не было у меня контакта тесным с ней. Наталья, а что вы взяли, чтобы зародились от этого человека? Ну, я не знаю, вот, ну, возможно, такое совпадение, ну, вот как-то, наверное, потому, что у нее, допустим, вот, ее воскресенье ей делают у нее 20% поражения легких, а в понедельник у меня поднимается температура, но я не знала, что у нее ковид, потом уже, после уже мне мама сказала, что вот нас у соседки увезли там и все, и вот сейчас она в коме, и просто мы опрашивали всех людей, и никто не заболел, заболела одна я. У нас были поминки, для меня это был стресс, я уже после того, как ваш эфир слушала предыдущий, очень много думала и сделала вывод, что для меня это была просто нагрузка и физическая, и эмоциональная, что это неприятно, вот, этот дядя у меня год назад умер, и мы его в пандемию не смогли по-человечески помянуть, ну, как бы, это не проходили, там вот все вот очень дистанционно произошло, ну, и как село, как это вот родственники хотя бы год, вот надо его помянуть, собрали 40 человек, вот, и ответственность практически вся лежала на мне, то есть я это чувствовала, приедет ли вовремя автобус, довезет ли он этих людей до столовой, а как там их накормят, я делала вид, что все спокойно, на самом деле было очень все неспокойно, то есть для меня это был стресс и сильный. И на какой день после поминок вы заболели? Поминки были в субботу, на третий день, получается, суббота, воскресенье, понедельник, все, 39, но еще после поминок у меня была такая, ну тоже как бы долг окучивать картошку, и то есть в субботу, когда по всей видимости я уже словила этот ковид, в воскресенье и понедельник я на огороде окучивала картошку, практически не отдыхая, то есть физически я отдалась этой картошке, и просто уже обессиленная в понедельник, хотя я на огороде этого не чувствовала, но вот обычно я это делаю с удовольствием, то есть для меня огород это такая душина, земля, знаете, вот хочу я туда от своей работы, хочу там, и ну любила всегда это делать, что произошло в этом году я не поняла, я прочитала как старая бабушка, зачем вы столько картошки посадили, то есть я маме это и озвучивала, что надо прекращать эти плантации сажать, зачем мы тут убиваемся, и все, то есть понимаете, это было не удовольствие, я смотрела на эту картошку, говорю, господи, когда же ты закончишься, просто, когда я дойду просто весь огород, вот я до последней картошки прохучила, и зашла, да, ну просто воды на себя вылила, и зашла домой, я даже, по-моему, не смогла ничего есть, приехал за мной муж, я сажусь к нему в машину, и все, понимаете, я сразу поняла, что у меня ковид, я не знаю, как это произошло, но мне резко стало плохо, то есть я сразу маску надеваю, и мне кажется, что пыль просто невозможна, то есть мне дышать нечем, вот сплошная пыль в носу, и думаю, вот это я земли надышалась, вот это картошка мне дала, и все, и я, мы в Пензе живем, то есть из села, 20 километров, я доезжаю, захожу домой, беру свою подушку, беру градусник, и понимая, что это ковид, я поднимаюсь на второй этаж, на изоляцию, у нас, у меня свекру 94 года, но я зашла домой, я зашла, я прошла мимо свекры, взяла подушку, вышла, вот с мужем и дочерью, я ехала в машине, вот, и получается все, я прихожу, измеряю температуру, у меня уже 39,2, и так, думаю, ну, подожду до утра, и вызову скорую, я уже знала, что я буду вызывать скорую, что сама я не справлюсь, утром полседьмого, я вызвал скорую, они приезжают, поднимаются сюда, а у меня температура, там, например, шпарила, вот всю ночь, 39, и все, я вообще не в себе, у меня галлюцинации были, я видела каких-то там внуков придуманных, ну, то есть очень много галлюцинаций было, и когда полседьмого я вызвала скорую, они пришли, а у меня 37,8, а причем еще добавлю, что я пыталась пить таблетки, а они мне повышали, то есть я пью жаропонижающую, например, пью парцетамол, а у меня температура выше становится, я пью обезболивающее, а самая страшная, это головная боль была, страшная головная боль, которую я всю жизнь ни разу не испытывала, ни головную, ни глазную, а тут у меня голова и глаза, то есть тряпку только накладывала, ну, там, мочила холодную воду, и вот накладывала, ну, то есть я вообще, эта боль... Ответьте мне этот вопрос, вот чем вы себя добили, как вы сами сейчас анализируете? Добила? Помимо картошки. Ну, наверное, я не знаю, может быть в течение года я не позволял себе расслабиться, не позволял себе отдыхать, наверное, ни минуты, ну, то есть ответственная у меня работа, я занимаюсь с детьми, и сама на себя, понимаете, да, когда ты нанимаешь педагога... Молодецкий сад? Ну, центр развивающий, да, я детей готовлю к школе, это подготовка к школе, вот, и задания я сама распечатываю, то есть я полностью на себя это все возложила, и только сегодня ко мне пришла мысль, а почему даже полы мою я сама, а то есть не нанимаю человека, могу я тебе позволить, но этого не делаю, все делаю сама, вы знаете, вот так в течение года, без выходных, ну, в воскресенье у меня только там рисование, я не захожу к детям, а все остальные дни я с детьми, до восьми вечера я с детьми, то есть с утра и до... прихожу домой в девять. Хорошо, мы это разберем поподробнее, чего вы испугались, когда вы заболели уже ковидом, да, почему вы пошли на такую жесткую самоизоляцию, ушли, и почему, как вам кажется, вот... он очень не испугалась, свек разразить, самая первая мысль, он не выживет, то есть я-то выживу, я была уверена, что я выживу, что, ну, хотя, примеры у меня потом пошли, мы там еще, родительница заболела, 37 лет умерла, то есть там в соседнем доме практически, вот, то есть, а я вот была уверена, что я-то выживу, а вот он, он с нами живет, и всю жизнь, ну, как бы не всю жизнь, у нас дом, 10 лет назад дом сгорел, и мы свек разобрали к себе, то есть он со мной, он лежачий, я за ним ухаживаю, ну, и муж, соответственно, муж больше, но мне тоже достается, вот, я сразу испугалась, что заболеет свекр сначала, потом я испугалась за мужа, муж на 10 лет старше, он еще много курит, и я побоялась, ну, то есть я-то вообще легко, я все выживу, там, переживу, а они нет, они могут умереть, я за них испугалась. Хорошо, вот сейчас, история понятна, да, даже логична, то есть то, что вы рассуждаете, как вы, и так далее, за какой был стресс, дядя умер целый год, не могли как метить, а это надо, да, так воспитали, и так далее, и тому подобное, вы гиперответственный человек, и даже картошки надо пахать, там, на случай ядерной войны, чтобы она всегда была. Да, и она у нас вкусная, вот знаете, вот вкусная. верю, но убиваться, да, понимаете, да, вот, вопрос, вот сейчас остался симптом, страх выйти, выйти, потому что, не могу выйти, да, не могу выйти, я даже, у меня сегодня кот поднялся, я его побоялась погладить, как бы этот кот мужа заразил, после, вот от меня пошел, и муж заразил, вот муж погладил после меня, и все, и начал. Этот страх блокирует мою активность, мне не хватает сил, чтобы... Естественно, я до туалета и ложусь, я больше, наверное, внушаю себе, чтобы нет сил. Как я это чувствую, что мне не хватает сил? Ну, вот, в груди как-то бьется. В груди бьется. Я иду до туалета, что я начинаю чувствовать? Подкашиваются коленки. Так. Прямо вот все, дойти, там села, отдохнула, возвращаешься обратно. Все, Наталья, сколько вам лет сейчас? В полах. 43. 43. Итак, сконцентрироваться на этом ощущении, мне 43, у меня подкашиваются коленки. Мне 40 лет, есть это ощущение в теле? Да. Мне 30 лет, есть это ощущение в теле? Да. Мне 20 лет, есть это ощущение в теле? Да. Мне 10 лет, есть это ощущение в теле? как будто непонятно уходит ну как будто бы ушло полностью 10 лет нет сколько процентов осталось ну то есть это вы знаете как уходит а потом как будто раз они опять подгибаются мне 5 лет как ощущение мне 5 лет так же мне 1 год так же мне 1 месяц отживать у мамы мне 1 месяц? остается мне 1 день отживать у мамы день отживать у мамы Нет, сил нет Нет, сил Что я чувствую? Мамина или папина? Мамина Мам, как зовут? Татьяна Сколько был Татьяне лет, когда вы родились? 23 Я маму Таню, мне 23 года Как ощущения? Я маму Таню, мне 23 Так же, еще хуже Я Таню, мне 20 Таню, мне 20 Как будто полегче Сколько процентов осталось? Процентов 50 Я Таню, мне 10 Таню, мне 10 Так же Я Таню, мне 5 Я Таню, мне 5 Так же Я Таню, мне 1 год Таню, мне 1 год Так же, сил нет Я Таню, мне 1 день, я в животе у своей мамы Я Таня Мне 1 день, я в животе у своей мамы Сил нет Я тот предок Да Отлично Я тот предок, с которого начался этот конфликт Кем я себя ощущаю, мужчина или женщина? Я тот предок Который начинается Женщина? Женщина сколько лет? Не знаю, лет 40 Ну, я понимаю, это бабушка Так Что в ее жизни происходит? Я чувствую, что это бабушка Бабушка, бабушка Что в ее жизни происходит, связанное с ее помещением? Просто трудно Трудно Физически Не очень сложно Бабушка Александра Александра, что в ее жизни тяжелого происходит? Тяжело Кормить Всех кормить Что делать Работать Делать все одна Нет физических сил Вы ее такой запомнили? Ну, я не такое запомнила Я просто У меня очень часто Я вот У меня лопатка болела И когда Вот Слушал вас Мне уже приходило То есть Я уже видела Как она с чугунками Там кормит Братьев Своего мужа Я это видела И проработала И бабушка Прям сказала Когда вот это вот Мне все Привиделось Она сказала Чтобы Ни у кого Из моих там Внучек Внуков Чтобы Не было такого То есть Такой судьбы И Тяжелой Как у меня То есть Она постоянно Ну, то есть Когда вот это все Привиделось Она так и говорит А у меня болела спина Вот А когда я это поняла Ну, то есть Вот это вот Бабушкино пожелание Чтобы я так Не горбатилась У меня этот горб Прошел Одномоментно Боль прошла И не возвращалась Боль прошла И не возвращалась Никогда Даже Я всю беременность Сходила с этой болью То есть Вторую беременность И Вот так По щелчку пальца После того Как вот я осознала То есть Как будто Бабушка со мной поговорила Мне все это прошло Просто вот рукой Снялось Я даже сейчас Не помню Ну Не очень давно Ну Может быть полгода Вот так вот А болело сколько? Болело С беременностью Началось Вот Второй дочери Дочери уже Второй Сейчас 14 лет Ну то есть Лет 15 назад Начала болеть И болела Да Из-за 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 Я вставала У меня сразу Подключалась Эта спина Лопатка Я уже Понимала Что если я не отдохну Это все Это просто А тут вот так По щелчку пальца Прошло Итак Она жила где Ваша бабушка Александра? В селе Там же где Картошку окучивает Одна жила Она в 40 лет Или с кем? Нет У нее много детей И с ней до конца Жил как раз Вот дядя Который умер От рака Это вот Который год Это вот ее сын У него нет детей У нас кстати В семье Вот у бабушки Получается Три Сына И три дочери Вот И из них Только У двух Детей Есть дети У нас нет детей У Ну там У теть моих И у дяди И семей не было Давайте поработаем И так И сейчас Вот у меня Смотрите Вот у меня Две дочери И еще У сестер Двоюрных Тоже То есть Как вот она захотела У нас нет мужчин То есть Вот у меня только брат родной И все Мужчин нет Она не хотела Вот у нее вот стол Там человек Двенадцать Мужчин Это у мужа братья Они были младше все И она их кормила Она вставала там В три утра Тысячу гунки И все время надо было Вот этот Мужской стол Просто накормить Там как раз Она замуж вышла А там было много Братьев У мужа У дедушки Получается Она их вот всю жизнь Кормила Ей было это тяжело И это вот Оттуда идет И она как бы пожелала Чтобы Ну у нас-то вот Чтобы их не было Столько Мужчин Они как-то Не работают Они только едят Вот это так Я понимаю И вот Это пророчество Сбывается И в том числе Через ваш ковид Это прошло Эта тема Где вы Гарматики Я бабушку Я бабушку Очень сильно Любила И до сих пор У меня такое ощущение Что прям Не сепарировано Можно любить Но жить своей жизнью Итак Давайте мы с этим Поработаем Итак Я бабушка Александра Мне один день Я живокесый Мам Я бабушка Александра Мне один день Я живокесый Мам Как там ощущение Все хорошо В этот момент Мне приходит Бог И говорит Дорогая Александра В твоей жизни Получится так Что ты выйдешь Замуж за мужчину И будешь вынужден Работать там Рабыней В этой семье Новой А у твоего мужа Будет много очень братьев И ты будешь На всех Готовить С самого раннего утра И будешь Горбатиться И пополнять Эту работу И твоя жизнь С тобой будет Восприниматься Как тяжкий труд И общество мужчин Тебя будет злить Раздражать И ты будешь Это ненавидеть Но все равно Будешь покорно Это делать Но все это Для любви Радости И счастья Это для того Чтобы ты почувствовал Себя абсолютно счастливой Уверенной Себе женщиной Которая Которая Кайфует От этой жизни Как женщина И получает От этого Удовольствие Это для того Чтобы Ощущение Мужчины И когда ты Его видишь У тебя вызывало Ощущение Радости Счастья И наслаждения Что мир Он гармоничен И мужчина И женщина Составляет Единое целое И это Гармонично Это для того Чтобы это ощущение Досталось Сентральным Потомкам И они Если будут Женщины Воспринимали бы Мужчин Как благо Которые им Дарованы свыше И понимали Что нет Никакой преграды Для гармоничных Счастливых Семейных Взаимоотношений Это для того Чтобы все Твои потомки Наслаждались бы Жизнью И испытывали От этого Огромное удовольствие Просто так И без всякой причины Это для того Чтобы они были Семен духом И воспринимали Его жизнь Как танец Наслаждаясь Каждым мигом Как ощущение Прям Танцевать Охот Я иду До туалета Как ощущение Да неплохо Иду Коленки Не подкашиваю Сейчас я могу Выйти из дома И пройтись километром Километр Наверное Да Кашля на всех соседей Слохо Кашляться Хочется Конечно Итак Еще поработаем С этим Не один день Не один день Я в животе Своей мамой В этот момент Ко мне приходит Бог и говорит Дорогая Наташа Если в твоей жизни Произойдет так Что в возрасте 43 лет Ты заболеешь Ковидом И доктор Который придет Скажет И ты испугаешься Что ты можешь Заразить своего Мужа Кто с вами Старичок Слекра Слекра И свою свекру И будешь По этому поводу Сильно переживать То это Это для того Чтобы И еще доктор Придет И скажет Что ты даже Окно Закрой Иначе твой Кашель Может заразить Людей Которые Под окном То это для того Что ты понимал Что доктор Немножко сошел с ума И говорит Полный бред Это для того Ты почувствовала Что воздух Общий И Каждый Вдох Твой Несет Полную Гармонию Счастья Тебе И также Стихии Воздуха Ровным счетом Воздействие На всех Истальных Людей Что Если Инфекция Появляется В теле Только для того Чтобы Открыть Ту правду В которой Человек Живет Чтобы он Осознал Все свои Недовольства Самим собой Недовольства Этой жизни И получил От этого Удовольствие Это для того Чтобы Свет твоей души Согревал Всех Твоих Окружающих И близких Людей И всех Малознакомых С кем Ты будешь Встречаться На улице И чтобы Это ощущение Всеобщей радости Счастья И наслаждения Управлял бы Твоим Восприятием В этом мире И давал бы Тебе состояние Полного Физического Эмоционального И социального Здоровья Как ощущения Очень круто Круто Прям Не знаю Все Можно выбегать Обниматься Со всеми Вот такое ощущение Да Очень Очень хочется Порадоваться Вот И уже Из этого Заточения Выйти Ну Не знаю Конечно Был плюс То что Я отдохнула И наконец Не я за мужем Ухаживала За свекром А он за мной Варил мне бульончики И это благо Это Вообще Просто Я кайфовал У меня Сильнейшие боли были Но муж-то Ухаживал То есть Мне это было приятно Он В обычной жизни Это делал редко И поэтому Конечно То есть Понимаете То что на самом деле Хотела моя душа Через ковид Это произошло Да Да Я это осознал Я понимаю Вот мне даже люди Там чужие Вот несут варенье Ставят мне туда У меня есть там Волшебная скамеечка Мне туда ставят Родственники Тоже приезжают Ну то есть Вот Дочери конечно Моей прилетела Младшая У нее тоже Обоняние пропало Температура была 37,2 Но ее быстро Изолировали Кстати Куда мы ее Изолировали К моей маме Которой уже 65 лет Но они привиты У меня все Родственники Привились И вот Как раз Они мне говорят Вот ты одна Не сделала Прививку Заболела А мы все Видишь Привитые И от тебя Не заразились И от Миланы Не заразились Ну то есть Мы привитые Муж это послушал И когда этот Сумасшедший врач Ко мне пришел Он спустился От меня И привил мужа С моим Положительным тестом Меня положительный Без маски Он реально Сумасшедший Я этого не знала Он Привил 94-летнего Моего свекра Не измерив Температуру Может быть Когда я проходила Уже Он там что-то Хватанул Нет Просто им Бахнули Прививки 22 июля Им просто Поставили Прививки Теперь им 13 июля Надо вызывать Этих же Сумасшедших Врачей И делать Вторую Прививку А муж Под страхом У него паника Он испугался Если ты заболел Заболею я А я умру И все Я говорю Ты как согласилась На эту прививку После меня Я тут заразная А они К тебе спустились Обычно Вот все Даже не смотрели Никаких Не было Там Измерить температуру Или что-то Или хотя бы Просто поговорить Кстати врачи Заходят И никогда даже Не спрашивают Как вы себя чувствуете Я вообще не знаю Для чего я их называю Врачей можно понять Когда 30-й пациент За день То у людей Ну Может быть И 50 Да Можно Наверное Как у них нет сил Спросить Как вы себя чувствуете Вот А мне Психологическая помощь нужна Вот спасибо Вы меня взяли в эфир Вот спасибо Ваши стихи Воздуха Я ее слушала Я только поэтому У меня не пошло Дальше У меня легкие Ну то есть Они мне Не начали поражаться Но каждый день Это медитация Это практики Это работа с собой С своим подсознанием У Александра И сила Женской Это соединение С женской силой То есть Вот это Вот такая психологическая Работа шла Иначе бы тут И от легких Ничего не осталось бы То есть Я бы лежала Ждала бы этих врачей Которые Вот мне нужен был Этот вопрос Как вы себя чувствуете Элементарный вопрос Они такие Фамилия Дата рождения Я им говорю Они уходят Я такая Стоп А послушать Меня Меня послушать А вдруг Мне уже КТ надо делать Вдруг я умираю Они такие А что же мы услышим Я говорю Ну послушайте Я не знаю Ну вдруг у меня там Хрипы Я же тоже не была уверена Дыхание тяжелое было Все равно А как я задыхалась Этим кашлем Я могла кашлять Полдня И он берет И слушает меня Через халат Я говорю Ну все Все Он меня сейчас Много там Выслушает И просто Послушал Все Вы пьете И даже Лечения не было Но я Ни антибиотиков Ничего не пила Я пила Аскорил от кашля Все Ну трикризан У меня такая Вот есть Противовирусный препарат У меня такое самовнушение Давно еще с зимы Если чуть у меня Какая-то переутомляемость Я трикризанчик Так Оп Все Все Я здорова Я живопринимаю Я здорова Как сейчас самочувствие? Очень отлично Мне только хочется Говорить Говорить Вас благодарить Очень идет поток Благодарности И благодарна Вам очень сильно Именно Благодаря вам Я вот такая Сейчас активная И могу говорить Это все Стихи воздуха И все ваши эфиры Вот Но до бабушки Я как-то не доходила Все равно В эфирах Меня куда-то Все время уводило С дочерью В дом книги Вы тоже работали Как-то вы дошли До Мама моей Вот Ну что Она там Не хотела меня Но это так и есть Вот Ну вы с ней поработали Ей было плохо Плохо В этом Тоже дышать Когда жаркое помещение Душное Она задыхается Вот И еще про оценки То есть отличница В Санкт-Петербурге Она учится в университете Имени Герцена И у нее пятерки Нам надо завершать Сегодняшний эфир Мы вам все Спасибо за ваш пример За рассказ За подробности Вам спасибо огромное Это ценно Для других людей Поэтому Вы окончательно Восстановитесь Сделайте пациент И гуляйте его же по улице То есть не переживайте Да Спасибо огромное Да Сделаю тест И буду гулять Спасибо Благодарю До свидания Продолжение следует